Так, ребятки, я снова всех приветствую, мы сразу же продолжаем прохождение, так что не будем задерживаться, погнали! Может быть, но это может оказаться и ложным следом. Ладно, на чём я остановился? Третье, да? Третье. Дан вышел на Митчелла или кого-то другого, и тот нанял Муравьеда, чтобы избавиться от Дана. А потом, раз уж ты продолжил ворошить осиное гнездо, Муравьед пришёл и за тобой. Но совершил ошибку, и Митчелл, или кто-то другой, убил его, чтобы замести следы. И... нет, минуточку. Четвёртое. С отгадкой как-то связан старый друг Данна и Митчелла, Крейг Спеннелл. Ты ему и впрямь доверяешь? Мне кажется, он нам не соврал. Хотя он, возможно, и сам не знает всей правды. Четвёртое. То есть, пятое. Данну убили пять... то есть, четыре дня назад. После того, как он пригласил Спеннелл к себе домой. Неужели это не делает его подозреваемым? Логично, не правда ли? Да. Что-то в этом есть. Ха! Ну и кто из нас теперь детектив? Давай пройдёмся по подозреваемым. Ты говорил Смирнову, что убеждён в невиновности Еля. Однако тот что-то скрывает. Но что с Олирией? Это... эээ... шестое. Ох, с Олирией-то там всё, по-моему, более чем понятно. Что он ещё тот типок. Единственная доказательная база по Олирии так себе. Но... окей. Мы хотя бы за его личную жизнь знаем. С кем он там. И почему трётся. Ну ладно. Что у нас тут? Да, капец, сняли. Две минуты серии уже на целый гиг получилось. Ну ладно. Так. Олирии не стал бы посылать Рандала убить Данна. Он уволок бы его к себе в подвал, сказал бы небольшую речь, а потом убил бы сам. Нет. Я знаю Олирии. Он не стал бы посылать убийцу. Он бы взял всё в свои руки. А что с Кэссиди? Седьмое, так? Так, Кэссиди теперь, да? Так. Чёрт знает. А, ну... Из числа подозреваемых в убийстве Данна можно смело исключить. Он слишком импульсивен, чтобы спланировать такое преступление. Кто бы всё это ни спланировал, он понимал, что версия с самоубийством не выдержит критики. Поэтому сфабриковал улики, чтобы подставить еля. Кэссиди слишком импульсивен, чтобы провернуть такую сложную схему. Значит, хоть ты в этом и сомневаешься, за ниточки дёргает Митчелл. А знаешь почему? Потому что в детективах убийца всегда тот, кого сыщик знает с самого начала. Может, в английских детективах и так. Ну, когда под подозрением в убийстве все, кто оказался в особняке. Но вдруг у нас американский детектив, в котором сыщик и убийца не встречаются до последней сцены. То есть мы до сих пор не знаем, кто за всем стоит? Я этого не говорил. Как всё прошло с Эллен Мур? Эх, я так ничего и не узнал. Хотя начиналось всё неплохо. Я попросил её о совместном интервью с её парнем, Эллом Стоуном. И поскольку я звезда журналистики, они были рады. Прекрасно. Перейдём к интервью. Я буду задавать вопросы вам по очереди, чтобы никому не было скучно. Итак, кто первый? А вот вопрос для Элла. Всего через 12 дней претендент попробует отобрать у вас пояс. Что вы можете сказать про свой бой с Елем? Эм, ну да. Мой Эл надерёт зад этому головорезу. Верно, дорогой? Да, ну... Посмотрим. Слабых противников не бывает. Глупости. Ты чемпион мира и останешься им. Следующий вопрос. Так. А вот вопрос для Эллен. Что скажете в ответ на сплетни о том, будто у вас когда-то были отношения с Десмондом О'Лири? О, дорогуша. Будет совсем не кстати упоминать такого подозрительного персонажа в вашей статье, не так ли? Почему? Наверняка ваша газета не будет рада увольнению такого талантливого сотрудника, как вы. О. Ну ладно. Продолжим. А вот вопрос к вам обоим. Как вы познакомились? На вечеринке, которую организовал Дес. Эл, совершенно не важно, кто организовал ту вечеринку. Важно то, что там я увидела тебя, а ты увидел меня. Наши пути пересеклись, и жизнь наша изменилась навсегда. Что теперь? Сделать снимок. Пора сфотографироваться. Как нам позировать? Ладно, может быть обнимитесь? Покажите свою любовь. Так, скодыривайте изображение мышью и нажмите Enter. Ну, сделать фото. Вам же завидует вся Америка! Что, еще вопросы? Сейчас бычку надо вопросы задать. Ну? Блин, что же он так фризит, зараза? Итак, еще один вопрос, и... Эл, дорогой, ответишь на него? Я поприветствую поклонника. Сейчас вернусь, мистер Пуллицер. Погоди. То есть она перестала улыбаться, когда появился тот поклонник? Эл, ну да. А можешь его описать? Смогу даже показать, как только проявлю фотографии. И вообще-то мне тоже показалось это странным. Поэтому, пока Стоун отвечал, я сделал несколько снимков Мур и ее таинственного поклонника. Ладно, на чем мы остановились? Так, вы ревнуете, что вы можете сказать? Во! Ваш менеджер Фрэнк Кэссиди, президент Ассоциации боксерских менеджеров. Он говорит, что выступать должны только те боксеры, менеджеры которых состоят в его ассоциации. Что вы об этом думаете? Кэссиди отличный менеджер, правда? Мне жаловаться не на что. И работа, которую он выполняет на посту президента Ассоциации, очень важна. Но, я не знаю, может быть, в этом случае Джо Дан был прав. Стоп, нет, а можно не записывать последнюю фразу? Ну, типа, не для печати. Буду нем, как рыба. Ага. Вы ревнуете из-за того, что вашу девушку любит вся Америка? Ну, я бы не сказал, что ревную. Но я знаю, что такие известные и честные люди могут привлекать к себе нежелательное внимание. Многие хотели бы положить конец ее карьере, так что это непросто. Всего через 12 дней претендент попробует отобрать у вас пояс. Что вы можете сказать про свой бой с Елем? Ну, все думают, что у меня больше шансов, но слабых противников не бывает. И знаете что? Бобби Ель, конечно, молод, и у него сейчас черная полоса, но у него была и отличная серия побед, так что я постараюсь. Что ж, начинаю снимать. Повернитесь и покажите мне свои бицепсы сзади. Вот так? Точно. Так. Стойте, я случайно дернулся. Стойте прямо, я сделаю еще одну. Блин. Еще раз. Ладно, на чем мы остановились? Блин, а. Надо все эти вопросы все равно задать. Ваш менеджер Фрэнк Кессиди, президент ассоциации боксерских менеджеров. Он говорит, что выступать должны только те боксеры, менеджеры которых состоят в его ассоциации. Что вы об этом думаете? Кессиди отличный менеджер, правда. Мне жаловаться не на что. И работа, которую он выполняет на посту президента ассоциации, очень важна. Но, я не знаю, может быть, в этом случае Джо Дан был прав. Стоп, нет. А можно не записывать последний фазу? Ну, я думаю, что это все не важно. Давайте я в паузу это все провалю. Буду немка. Текст еще раз. Сейчас мы его щелкнем быстренько. Стойте, я случайно дернулся. Стойте прямо, я сделаю еще одну. Да что ж такое-то, блин. Да как ее сделать-то? Чуть не понимаю, нихрена. Ладно. На чем мы остановились? Ну, еще одно. Да что ж такое-то, блин. Да как это сделать, я не понимаю. Ладно. На... Да ептай. Да что ж такое-то? Ладно. Не понимаю, в какой момент нужно нажать вообще. Ладно, что со мной сегодня. Не двигайтесь, прошу вас. Теперь получилось. Успел сфоткать. Продолжим? Я сделаю еще одну, хорошо? Посмотрим, что вы думаете об этом. Закройте глаза и положите подбородок на кулак. Боксер-мыслитель. Вот так вот? Именно. Вот так вот. Интересно. Да что со мной? Не двигайтесь, попробую еще раз. Да что ж ты, е-мое. Опять сначала все. Я втуда... Ладно. На чем мы остановились? О, е-мое. О, е-мое. Не двигайтесь. Получилось. Самое время. Наконец-то закончили. Капец. Пятнадцать минут ебался с этим говном. Подожди. То есть, ты говоришь мне, что фотографии готовы? Или ты так сказал Стоуну? И то, и другое. Смотри. Интересно, сколько весит каждый бицепс? Как думаешь? Много. Но меньше твоего языка. Люблю твое чувство юмора. А кто этот парень? Я уверен, что это не поклонник. Видел бы ты ее лицо, когда она его заметила. Неплохо. Посмотри на его руку. Он что-то достает из сумочки Мур или что-то туда кладет? Ты что, не видишь, что они любят друг друга? Честно говоря, я в этом не уверен. Любовь – это не подхалимство. Боксер-мыслитель, боксер-поэт. Бокс внезапно может оказаться любимым видом спорта среди интеллектуалов. Думаю, она курит только тогда, когда нервничает. И что же ее нервирует? Хм. А вот и нашелся наш дружочек. Я уже видел такой спичечный коробок. Стоп. Это же он. Кто? Митчелл. Хирург. Серьезно? Ха-ха. Попался. Пока нет. Точно. Еще нужно его найти. Дружище, ты что, не слышал, о чем я только что говорил? Нужно рассмотреть эти фотографии. Нам нужна зацепка, которая выведет намитчила. Ну, видишь? Вот, как я и говорил. Пятнадцать минут попыток попадания в этот дурацкий квик-тайм-эвент. Просто жесть. Ох, я аж матом кричал блаженным от количества попыток. Нельзя так питать игроков такими херовыми квик-тайм-эвентами. Нельзя. Ни в коем случае. Драк и вовсе не худшая часть моей работы. Тебе, конечно, могут и трепку задать, но есть шансы отбиться. Но если всю ночь сидишь в машине, выхода нет. Ноги сводят. Спина и шея затекают. Все тело ломит и тянет свалить отсюда. Это скучно и нудно. Люди, наконец, начали выходить. Бар закрывался. И ни разу там не объявился Митчелл. Не входил и не выходил. У меня не было выбора. Я вижу, вы решили принять мое приглашение. И вы умны. Подождали, пока мои завсегдаты разойдутся, потому что мех их залит. Хороший совет. Всегда к месту. Или бурбон. Это ж наш коллега по покеру. Приветствую вас, мистер. Как вас, говорите, звать? Насколько я знаю, Лай Гуана всегда сохраняла нейтральность. Он играл в покер с Кэссиди, но у Лири использовал его бар для передачи денег. Имело ли смысл прикидываться и дальше? Или открываться было слишком опасно? Фарнем. Говард М. Фарнем, второй. Точно. Говард Фарнем из Динг-Донга, Техас. Да вы талант. А в пул вы играете еще лучше, чем в покер. Здесь куда проще. Никакого обмана. Ха-ха. А вы даже не вздрогнули, когда Кэссиди решил преподать тому орлу урок. Ну а что тут сказать? Только между нами, приятель. Это не первая разборка в моей жизни. Ха, у каждого из нас есть свой цирюльник-убийца. Скажите, чего вы на самом деле хотели от Кэссиди? Потому что я не поняли. Ну, никто не идеален. Я хочу создать в Техасе ассоциацию боксерских менеджеров. И мне могли бы пригодиться знания Кэссиди. Не волнуйтесь, я просто любопытен. Так, что насчет меня? Что ж вам нужно от меня? Никто не приходит в Лаигуану, чтобы просто выпить или сыграть в пул. Я ищу одного из ваших постоянных посетителей. Доктора Ангуса Митчелла. Зачем? Мы вместе воевали. Я просто хотел повидаться. Ну, конечно. Вот что. Я свяжусь с Митчеллом. Приходите завтра вечером. Вы не понимаете. Я должен с ним поговорить, иначе... Иначе что? Вряд ли Кэссиди порадует, что в вашей дыре проворачивает дела о Лире. Понимаете, о чем я? Вот сукин сын. Хорошо. Дайте мне свой телефон. Я позвоню, когда Митчелл появится. Нет. Вы позвоните ему прямо сейчас. И передадите сообщение. Но если всю ночь сидишь в машине, выхода нет. Ноги сводят. Спина и шея затекают. Все тело ломит и тянет свалить отсюда. Это скучно и нудно. Настолько, что мысли попадают в какую-то бесконечную петлю. Словно сидишь в машине и наблюдаешь за кем-то. Владелец Лаи Гуана должен был сказать Митчеллу о том, что некий муравьев все еще жив. И что он обязательно расколется. Это лишь вопрос времени. Если повезет, Митчелл занервничает и объявится. Теперь остается только следовать за ним. Ну ладно, хоть здесь какой-нибудь крик тайм ивента не будет. На том спасибо. Думал сейчас поворачивать, еще что-нибудь там выделывать. Кульбиты какие-нибудь. Что-то нормально так подвыбесился за эту серию. Митчеллу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть он на складе живется, по-видимому, но окей. Ну, конечно же, так проще спрятаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, это же тут козли, на которые нас отметелил. Еще и со стволом прямо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, давай, наводись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не-не-не-не-не-не. Это все не то. Он оставил ее снаружи. Интересно, что там? Так, ну и сам разговор попытаться подслушать. Сейчас еще, блин, тоже хрен попадешь. Надо тут прицеливаться. Давай, давай, давай. Во. Все будет в порядке, не беспокойся. Гил, стой на шухере. Если появится код, ты знаешь, что делать. Я вернусь через час. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, и что ты у него там хочешь увидеть, интересно? Ну, мы это видели уже. Смысл нам еще раз на это внимание обращать. Ну, пистолет. И что дальше? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, ладно. Интересно, я смогу застать его врасплох вон оттуда? Хотя я понятия не имею, как туда забраться. Нормально, ты так обошел, интересно как. Ну, допустим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну, что-то я уже далеко ушел, нет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну, что-то из этого двигать-то, видимо, не планируешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, текстур-то у машины нету. Ха-ха. Не прорисованы. Вот это накладочка вышла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, по этой лестнице мы, интересно, можем ли подняться. Ну, хотя она что-то не ведет никуда туда, куда нам надо было бы. Но не поднимается. О! Во, на мусорный бак мы залезем. Бля. Ну, нет, карточка-то тоже хорошо, базар ноль, но... О! Да что ж такое-то? Карточка за карточкой у нас. Может, тут еще? О, на погрузчике, может, нам дадут покататься. Раньше тогда были такие модные погрузчики. Интересно. О, в натуре дадут. Ух, бля, в натуре дадут на них поездить. Какая жесть. О, в текстуру провалился. Ну, ой, жесть какая. Я что-то даже управление не посмотрел на радостях того, что нам дадут поводить погрузчик. Ну, бля, погрузчик ездит более плавно, чем перемещается наш персонаж. Если уж на то пошло. А, все настолько просто. То есть, даже никакие ящики таскать, ничего возить не надо будет. Я-то думал, сейчас у нас тут начнется какой-нибудь симулятор погрузчика. Ну, ладно, если нет, то я и не против. Так даже лучше. Ну, и сейчас череда квик-тайм-эвентов опять. Ну, попробуем. О-хо, неплохо у него реакция. Да добей уж, что ты. Ну-ка, как далеко нас отбросит. Бля, ну, ладно, не так уж далеко, как это было, блин, с фотками. Или там, в предыдущих сериях, когда мне в одну локацию по три раза перепроходил. О-хо-хо. О-хо. Я думал, типа, подгадать, когда он спиной к нам будет, а тут он по умолчанию нас игра, как бы, ставит. Ну, к одной катсцене все, короче, приходит. Ну, не знаю, попробуем тогда наверх забраться, может, так что-нибудь сообразим. А, просто сразу наверх полезем. Ну, тоже вариант. Раз уж мы не можем с этим конем совладать. Это что, это щит? Ничего себе. Ха. Да, ничего, забавно придумано. Пистолет у него забрал, что ли, на всякий случай. Ну, ладно, хотя бы ты его за собой утащишь. Опаньки. Здрасте, приехали. Макакин следит за нами. Может, помочь хочет, чертова знает. Надеюсь, нас сейчас сохранят. А то я уж планирую заканчивать, если совсем по-хорошему. Да, нас сохранили. Замечательно. Так что продолжим мы, ребятки, уже в следующей серии. Я благодарю вас за просмотр. И всем пока-пока.